Когда-то Староскол считался городом церквей и храмов. На одной Курской, ныне улице Ленина, их было шесть. К сожалению, событий прошлого века они не пережили. Советская власть, война, оккупация. Изображения святынь остались лишь на редких фотографиях. Детская художественная школа и дом-музей свидетелей Ануфрия выиграли президентский грант. Проект хранителей поможет возродить память о канувших в лету храмах. На месте ротонды на пересечении улиц Коммунистическая и Комсомольская раньше стояла Покровская церковь. Её возвели в 1783 году. Постройка пережила войну. Её разорили уже после оккупации. Утраченный храм – один из шести, сто лет назад украшавший главную улицу города. От Ахтырского, Успенского, Казанско-Николаевского, Благовещенско-Михайловского храма и Собора Богоявления Господня ничего не осталось. Ученики детской художественной школы, несмотря на непогоду, вышли на пленэр, чтобы нарисовать разрушенные святыни. Это часть нашей культуры, часть истории нашего города, утраченная, к сожалению. Мне этот храм кажется очень красивым. Возможно, если бы он сохранил себя в нашем деле, он бы был бы одним из настояний нашего города. Находясь на этом месте, я испытываю такой трепет. К сожалению, всё, что я могу сделать в память о храме – это нарисовать его. Но я считаю, что это немаловажно для истории нашего города. Проект «Хранители детской художественной школы и дома музея Ануфрия Гоголюка» поддержал Фонд культурных инициатив и конкурс президентских грантов. Деньги пойдут на изучение истории Старого Оскола, лекции краеведов музею. Набравшись впечатлений, дети напишут картины. Как говорил некогда краевед Рэм Иванович Милентиев, если бы все эти утраченные святыни, храмы были бы на этих местах, то, соответственно, наш город мог бы войти в Золотое кольцо России. То есть мы сегодня в детях пытаемся через этот проект зажечь фонарь истории. То есть они же узнают историю этих храмов. Будут же ещё лекции, соответственно, им всё расскажут. И покажут с архитектурной точки зрения, с исторической точки зрения. Поэтому надо зажечь нам фонарь истории, который светит из прошлого в будущее. Проект «Хранители» также отлично вписался в арт-каникулы Белгородского лета. Дети отдыхают с пользой, узнают новое, занятое интересным делом. А в конце их ждёт звёздный час. Логический финал этого проекта будет в ряде или в ряде передвижных выставок по школьным учреждениям города. А затем, начиная с января месяца, эти же выставки уже в рамках другого проекта фонда президентских грантов пойдут по вузам города. То есть мы сможем охватить как не менее двух тысяч жителей города именно в возрасте от семи лет до двадцати пяти.